Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети. Как-то раз я отпевал молодую женщину, вспоминает отец Лонгин. Помню зима тогда была славная, смотрю уже после отпевания на свежей могиле остались четверо мальчишек, будто ждали кого-то. Все разошлись уже, а эти стоят совсем околевшие, в резиновых сапожках на босу ногу и с места не сходят. А мороз в тот день градусов по 25 был точно, а самый маленький из мальчишек был еще совсем крохой. Я спрашиваю, что же вы не идете домой? А они мне говорят, мы без мамы не пойдем, нам идти теперь некуда. Отец их бросил, а мамка вот умерла. Ваша мама теперь на небесах, говорю я им. Может ко мне пойдете жить? Те синхронно закивали, но ей привез мальчуганов к нам в монастырь. Где-то через пару месяцев к нашим воротам подбросили новорожденную малышку в коробке из-под бананов. Мама родила ее под Новый год, положила ее в коробку и принесла нам под храм. Такой вот новогодний презент. Сколько она там пролежала в мороз, мы точно не знаем. Я взял ее на руки, она была холодной как камень. На ней была только футболочка, а завернута она была в тоненькую пеленку. Совсем почти замерзла. Мы мигом повезли малышку в больницу, все врачи нам твердили, что шансов нет. Но с божьей помощью девочку удалось все же спасти. Медики сами дали ей фамилию «Счастливая», а назвали мы ее Катенькой. Степку батюшка повстречал в интернате для детей-инвалидов. Без руки мальчишка выскочил вперед и прочитал священнику стихи своего собственного сочинения. Потом он ходил по пятам за батюшкой с матушками, а когда те собрались уезжать, Степка прижался лицом к крясе и жалобно попросил «Заберите меня, пожалуйста, отсюда». Батюшка не смог отказать ребенку и увез Степку с собой. Мы сначала думали «Ну заберем 30, потом 100». Затем решили «И 200 ребятишек сумеем досмотреть». Но они ж, бедные, так настрадали за свою еще коротенькую жизнь, что сил нет у меня. Знать, как им больно и не забрать к себе. И когда их было уже 200, считал «Ну это все». Но как же все? Потом их и вовсе стало 300. Теперь говорю, наверное, и 400 будет. Приют под покровительством священника принимает к себе детей со всей страны, в том числе и инвалидов. Благодаря стараниям этого неравнодушного и милостивого батюшки в приюте появились высококвалифицированные медицинские работники и самое современное оборудование. За все время существования приюта отец вместе с единомышленниками и благотворителями построили для детишек спортзал, большой бассейн, игровые комнаты. Здесь есть вольер с павлинами и даже конюшня для маленького пони. И как после такого не верить в светлых и добрых людей?